Трагедия, дорогие друзья! Компания Gibson разорена, компания Fender в долгах, P.R.S. сокращает штат, гитарный мир перенасыщен гитарами! Что?! Постараемся сегодня в этом разобраться и узнать, что же происходит! Буквально пару месяцев назад известное американское издание American Post написало очень интересную статью, взяла интервью у одного человечка, который в свою очередь продавал гитары Эрику Клэптону и множество других музыкантов о том, что рок умер, трагедия, гитарный мир перенасыщен и просто сейчас нет рок-героев! Грубо говоря, которые бы воодушевляли людей, молодежь покупать гитары и становиться рок-звездами! Трагедия! Трагедия! Конечно, это сущий бред! И в основном, когда вы читаете любую статью, нужно понимать, что главная цель человека, который пишет статью, это привлечь ваше внимание! И поэтому зачастую, как в самых разных отраслях, много вранья либо просто преувеличения! Но, тем не менее, действительно, компания Fender теряет много денег! Компания Gibson и Fender потерпела крах, и их продажи гитар уменьшились на полтора миллиона за последние несколько лет! Компания Gibson выкупила часть активов, насколько я знаю, Philips'а, чтобы под этим брендом пытаться как-то себя пиарить! Боже, что?! И компания PIRES, которая, казалось бы, сейчас на горе успеха, сокращает штат и перенаправляется в сегмент более дешевых гитар. И теперь для меня это, в принципе, понятно, потому что ко мне сейчас прибыли два инструмента компании PIRES SE 2017 года, и они настолько качественные, настолько вкусные, что это просто, грубо говоря, не сколько цель сделать действительно офигительный инструмент, сколько просто они пытаются выжить! Это капец! И, конечно же, я бы ни в коем случае не стал делать видео с новость лишь на одном источнике. Я, в свою очередь, поговорил с ребятами с MV Music, которые напрямую работают с этими брендами, и, действительно, есть такой момент, что продажи упали, и, действительно, компания находится в не самом лучшем положении. Поэтому информация, можно считать, проверена. Но, например, если взять синтезаторную музыку, Synthwave сейчас в моде, Retrowave, продажа тех же самых аналоговых синтезаторов, и я их сам продавал, я знаю, они реально растут. Очень много людей покупают, и дорогие, и дешевые, и, например, компания Acer, как это правильно называется, я не помню, вот Kork, Yamaha, они сейчас вовсю пытаются написать самый вкусный алгоритм, чтобы было все хорошо в синтезаторном, соответственно, в цифровом синтезаторном пульте слышно и качественно, чтобы можно было играть и наслаждаться. То, что рынок перенасыщен, это неправда. Рынок просто стал шире, люди стали больше разбираться. Если в 80-х никто не мог зайти на форум и узнать, что не нужно покупать Gibson Melody Maker просто потому, что это, блин, Gibson, за эти деньги можно купить другой инструмент, то сейчас огромный выбор, YouTube, люди начинают лучше разбираться в том, что они хотят купить, это самое главное. Плюс, сейчас очень многие блогеры, музыканты, Chapman, The Wild начинают производство своих гитар, и они понимают, что если они просто выпустят гитару под своим именем, ее не будут покупать, опять же, ее засрут. Если она сделана плохо, ее засрут. Ко мне скоро приедет гитара Зака Уайла прямо с завода, новенькая. Надеюсь, там еще будет, не знаю, склок волосов Зака Уайла, потому что он дико крутой пацан. И я посмотрю, действительно ли хороша эта гитара, потому что мои коллеги из США сказали, что это просто охрененно круто, хоть и гитара делается в Корее. Плюс, за последние несколько лет производство гитар выросло именно у, грубо говоря, мелких компаний, появляется все больше и больше энтузиастов, которые делают гитары. Если раньше это было просто custom shop, то сейчас даже в России появляются конторы, которые начинают конвейерно делать гитары качественно. Например, в Америке есть очень интересная компания Diamond, мне очень просят привезти какие-то инструменты от этой компании. И что самое интересное, это все конкурентоспособные компании, поэтому, конечно, рынок перенасыщен. И сейчас уже люди не покупают то, что, грубо говоря, звенит и сверкает и написано Gibson. Поэтому, дорогие друзья, все не так страшно вдаваться в экономику, в финансовую сторону. То такая история уже повторялась, например, не с гитарами, а с какой-то другой отраслью. Это нормально, это нормально. Люди начинают разбираться, поэтому, в конце концов, компания Gibson поймет, что делать одинаковые модели попросту бессмысленно. Нужно либо что-то делать новое, либо дорогу, так сказать, молодежи пускать, хоть это, конечно, тяжело. Я могу даже сейчас поговорить по поводу Apple и того, что сейчас происходит. Я большой адепт был яблоко, был. И, в принципе, там, может быть, и останусь, потому что, ну, куда я уже все это дену? Вот, но, действительно, я прекрасно понимаю, что сейчас конкретно у Apple творится полный капец. И я поставил новую прицелку на свой iMac. Они так рассказывали, что Final Cut, в котором я монтирую видосы, будет летать. Он не летает, он стал только тормозить. Короче говоря, это полностью трагедия. И последнее, что я хочу сказать, дорогие друзья, это не стоит переживать по этому поводу, как мне кажется. Вообще, это, наоборот, хорошо, потому что любая конкуренция – это двигатель прогресса. Также, о чем стоит реально сказать, когда я готовился к этому видео, я нашел на YouTube уже видео на эту тему. Очень странно, да? От Михаила Борзенко. В... Ва... Не знаю, правильно я читаю, сорянчик. Вот. Думаю, ему будет приятно, если вы подпишетесь на его канал. У него 3000 подписчиков, если хотя бы какой-нибудь косарик к нему придет. Он-то не знает, что я его видео смотрю, наверное. Вот. И он не заказывал ни в коем случае у меня рекламу. Ну, кого? Кто у меня будет рекламу заказывать? Поэтому, думаю, будет приятно, потому что он пилит реально интересный контент на аудиофильскую тему. Про винил, про все такое, поэтому подписывайтесь на него, во всяком случае. Ааа, ну что, такая у нас была сегодня тема. Не пугайтесь, а может быть вам все равно, потому что вы играете на какой-нибудь японском страте за 400 баксов. И вам, в принципе-то, все хорошо. Но как раз таки об этом мы в следующий раз поговорим. Так хорошо ли японские гитары и все такое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И скоро поговорим еще про запрет гитар кое-где. Будет интересно.